Как делишки, ребятишки, с вами снова Одисон и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы вернёмся в наш сезон с модем Пиксельмоном и также будем дальше продолжать ловить, искать и прокачивать наших покемонов, в принципе, как обычно, но перед этим я бы вас хотел попросить, не забываем участвовать в нашем развлечении, потому что развлечения у нас появляются практически каждую серию, давайте посмотрим, какое же оно будет в этой серии. Ну что, ребята, что, ребята, в первую очередь, перед тем, как вообще полноценно начать серию, я бы в первую же очередь хотел извиниться. Извините за что? За то, что вчера мы набрали тысячу лайков на предыдущей серии Пиксельмон, а серия, к сожалению, вчера не вышла. Ребят, я действительно очень, очень устал и вчера с работы пришёл, у меня просто-напросто не было сил для записи новых видео. Вы меня тоже поймите, мне кажется, у вас тоже есть такие дни, когда вы прям в школы приходите, там 10 контрольных у вас было, там учителя задолбали и всё такое, только у меня хуже, я с работы пришёл нереально уставший, я просто завалился спать, ребята, да и всё. У меня была серия уже заранее записана с Фиромиром, который, ну, то, что, видео, которое вышло вчера, поэтому я его и выложил. А Пиксельмон, к сожалению, ребята, я не успел записать. Я как сразу же пришёл домой, я покушал, сразу же завалился спать, потому что, ну, реально, я, ребята, настолько устал был, что это с ума можно было сойти. Я прошу вас прощения, я надеюсь, никто на меня зла не держит, никто на меня не обижается, потому что, ну, ребята, тоже меня поймите, иногда бывают такие дни, это первый случай был, когда у меня просто-напросто реально сил не было, чтобы записать видео, и я выложил, хоть я и так выложил видео, но не то, что нужно было. Но всё же, ребята, я ещё расскажу, я надеюсь, вы на меня обижаться не будете, со всеми такое происходит, все приходят домой уставшими, как-никак. Поэтому, ребята, чтобы искупить свою вину, я вам предлагаю вот такое. Сегодня у нас, конечно же, пятница, я не знаю, когда, кто смотрит эту серию, но серия, по сути, вышла утром. И, ребята, чтобы искупить свою вину, я сделаю небольшое такое вам предложение. Сегодня пятница, завтра выходной, суббота, все могут даже дома находиться, да, там, после учёбной недели, да, и вот это всё даже, рабочей недели, кто уже работает. Вряд ли многие есть, но всё же, многие хотят, в принципе, отдохнуть, и, может, даже кто-то хочет отдохнуть вместе с Пиксельмоном. Поэтому, ребята, я вам предлагаю вот что. А чтобы искупить свою вину, то, что серия вчера не вышла, я уже объяснил почему, я, ребята, делаю вам такое предложение. А если мы наберём на этой серии тысячу лайков сегодня или до завтрашнего утра, как только мы наберём тысячу лайков, я вам сейчас обещаю... Опа, чуть не пропустил. Нормально. Я вам, ребята, честное слово, обещаю, что вот сейчас именно выйдет серия Пиксельмон в ту же секунду, как только мы наберём тысячу лайков. Почему? Потому что сегодня уже, в принципе, пятница, выходной, и завтра уже никуда мне не нужно идти. Завтра уже работы нету, поэтому, ребята, я могу... Даже если я сегодня вечером, в пятницу, когда я прийду с работы, в принципе, я даже если буду уставшим, то я могу пойти поспать. Но я также могу утром проснуться и утром записать серию и выложить её днём, потому что, ну, днём мне на работу уже не нужно идти. Поэтому, ребята, честное слово, как только, вот обещаю, вот сейчас, ребята, даю прям слово Эдисона, вот настоящего Эдисона, что как только мы наберём... Да слушайте, ребята, до конца. Как только мы наберём тысячу лайков, то в ту же секунду выйдет серия, которая будет длиться целый час. Ни больше, ни меньше, ровно целый час. Можно сказать, как мини-стрим. Это, во-первых, можно сказать, мы больше с вами времени проведём вместе, потому что серия будет длиться... Какой Поке-Джилл? Поке-Хилл. Потому что серия будет намного дольше, длиться целый час. Это мини-стрим. Ребята, мини-стримы у меня не тянут, меня инет не тянет стрим. Я уже много раз повторял, чтобы сейчас кто-то там не задавался вопросом, когда будет стрим. Это, можно сказать, как мини-стрим. Мы, ребята, целый час проведём вместе в мире Пиксельмона. То есть за этот час мы уже, может, даже сможем прокачать нормально этих покемонов и даже уже победить одного-двух помощников. И может даже уже дойти до гейм-лидера, да, ребята? Поэтому я вам обещаю, из-за того, чтобы искупить свою вину, то, что вчера серия не вышла, я вам, ребята, делаю действительно предложение. Чтобы просто закрыть эту тему, потому что я уже сам заколебался извиняться. Как только мы набрём тысячу лайков на вот этой серии, я даю вам слово. То, что в ту же секунду выйдет новая серия Пиксельмона, которая будет длиться целый-целый час. Не больше, не меньше, ровно целый час. Я вам, ребята, даю своё слово. Ставьте лайки и обещаю вам то, что целые выходные дома, после работы, после учёбы мы проведём вместе с Пиксельмоном. Хотите ли вы этого или нет, зависит только от вас. Ребят, действительно, надеюсь, на меня никто не обижается, но тоже меня поймите. Также просто-напросто не забываем оставлять свои комментарии, если вы хотите со мной пообщаться, ведь я общаюсь со своими подписчиками. Я отвечаю практически на каждый вопрос. Просто многие люди не открывают возможность отвечать на их вопросы. Ребята, в настройках вашего аккаунта есть такая возможность, что кто-то может отвечать на ваши сообщения, а кто-то не может. И многие подписчики мне задают вопросы, но у них в настройках их аккаунта выключена такая возможность, чтобы я отвечал на их вопросы. Поэтому они мне их задают, но я на них не могу ответить, потому что там нету даже, ну, как это сказать, слова ответить, да, просто нету. Потому что у вас закрыта вот эта команда, да, что открывает доступ. Поэтому, ребята, вы сначала убедились меня винить в том, что Эдистон, ух ты, говоришь то, что ты отвечаешь на вопросы подписчиков, а я тебе уже 35-й раз задаю вопрос, а ты на него ещё не ответил. Я просто не могу на него ответить, потому что закрыт доступ отвечать на ваши комментарии. Ребята, вы сначала убедитесь, честное слово. Также не забываем подписываться на мой канал, ведь я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. И действительно я отношусь к своим подписчикам, действительно, как к друзьям. Мне кажется, не каждый ютубер вот так с вами общается напрямую, просит прощения за то, что серия не вышла и всякое такое. Я действительно люблю своих подписчиков. Я надеюсь, что вы меня тоже хотя бы чуть-чуть любите. Поэтому, если хотите, конечно же, стать моим другом, то подписывайтесь на мой канал, я буду реально этому рад. А сейчас, ребята, 7 минут до начала серии, если даже не больше прошло, и мы, ребята, закрываем эту тему. Просто мне на душе было неспокойно то, что многие там, знаете, писали, мол, Эдисон, ты обманул, ты там обещал серию, а серия не вышла. Я, честно, ребята, я пришёл домой, покушал и всё. И не уснул. Проснулся только утром, там, в пол восьмого утра или когда там на работу нужно вставать. Поэтому, ребята, ну, не каждый день такое случается. Хотя, в принципе, каждый день можно сказать, я уставшим прихожу с работы. Но, в принципе, ну, как вам, ребята, сказать? То, что каждый день я всё-таки прихожу уставшим, но иногда у меня хватает сил, чтобы всё-таки сесть и записать серию. Иногда просто, ребята, я умираю, честно. Поэтому, поэтому в тот случай я реально умирал. Но, прощения я уже вас попросил. Надеюсь, вы меня поймёте. Ладно, хватит вот этих разговоров. Серия извинений каких-то получилась. Давайте мы быстренько слетаем домой. Поспим. Или, в принципе, можем даже пойти попытаться убить гейм-лидера, если, конечно, получится. Патчериса у нас, как обычно, сотый уровень, а Ивангай, точнее, Тортера, уже 67-й. Не зыр на меня. Прям Росомаху. Какого-то голого, голожопика Росомаху он мне напоминает. Я не знаю, почему. Потому что у него борода вот такие, да? Вот такая, Пакенбард или как это называется. А сам он, в принципе, прям, знаете, такой костюм рестлера какой-то. Почему я Тортеру кинул? Хотя... Хммм... Ну, вот-вот сейчас Патчериса его должна убить. Мда. Убить-то она его убьет. Не, ребята. Зафейлили мы. Ладно. Почти-почти уже там есть какие-то продвижения. Уже что-то там меняется. Вот это 105-й был уровень. Давайте еще попробуем вот этого чудика убить. Хуанито. Ой, я опять... Чуть-чуть ли я опять не кинул первого в бой Тортеру. Нельзя кидать, потому что даже если Тортера умрет, то мы хотя бы ему немного опыта прокачаем. Это уже намного будет лучше. Вот! 20 тысяч опыта. Ну, если округлить. Поэтому это уже намного круче. Ну, чуть-чуть мы вылечились. В принципе, ничего такого особенного нету. Опять мы чуть-чуть вылечились. Вот сейчас он кританул и убил нас. Но ничего, ребята, страшного. Наша Тортера уже 68-й уровень. Еще немного, еще немного, и мы тебя накажем. Да. Кто-то мне там говорил, у меня в сундучке валяются 14 золотых яблочек. Я не знаю, может это какие-то обманщики были или нет. Но я хочу убедиться. Действительно ли у меня в сундуке валяются 14 золотых яблок? Я не знаю, кто и где это увидел. Вот! Действительно. Ребят, я даже не знал. Честное слово. Так. А что можно выложить? Это, в принципе, вот эти все... Вот эти все. У меня только одна там шапочка. А я говорю, вот эти все. Вот это реально можно выложить. Лед не выкладываем. Потому что лед мы сможем сейчас толкануть нашей барыге. Что мы можем продать. Не продать, а выкинуть. Что нам, в принципе, нафиг не нужно. И вот это еще можем выложить. И вот это... Что я хотел выложить? Что я хотел выложить? Вот сюда я хотел выложить. Вот это. Вроде все, да? Вроде все. Еще вот это. Замечательно. Фух. 14 золотых яблок, да? Да. Я опять не туда зашел. Вот сюда. Не 14, а 12. Да. Сахар. Сахар, сахар, сахарочек. Покажи-ка нам, дружочек. 12, 12. Что нам еще нужно? Яблоки есть, сахар есть. Что нам еще нужно? Глустон. Глустон у меня перед глазами. Я спрашиваю, что там еще нужно? Вот так, ребята. 26 конфет. 26 конфет у нас есть. Значит, нам нужно прокачать тортеру к 74 уровню. Если, конечно, мы прям супермены какие-то. Мы это справимся. За эту серию, до конца этой серии. Я говорю, справимся до конца этой серии. Я сам нахожусь вот тут. Куда? Вот. Сам продолжаю находиться возле нашего дома. Говорю, я справимся к концу серии. Да. Но. Вряд ли мы справимся. Хотя постараемся. Ему, в принципе, нужно еще 6 уровней. 6 уровней. Ну, на ком мы можем прокачать 6 уровней? Куда мы можем пойти, где тортера, по сути, сможет сам тащить. Да. Потому что я смотрел, какой это пол. И все-таки это мужичок. Мужичок-коробичок. Так. Нет. Не вот это, а вот это. В принципе. Ну, он уже 69. Он уже практически 69, ребята. Вот еще одного вот такого покемона. Например, вот этого. Слоу-брошу. И, в принципе, он уже, мне кажется, будет 60... 60? Да. 69 уровень. А вот там еще один. Хм. Ну, если все-таки нам получится... У нас получится дожить еще до одной ночи. Ну, я образно, конечно. То, в принципе, ночью еще намного больше покемонов. А знаете что, ребят... О, нифига себе, 59 уровень. А знаете что, ребята? А может, нам сейчас просто-напросто перелететь куда-то на другой остров? Ну, чтобы перелететь, нам нужно взять какого-то летающего покемона. В данный момент у нас нет никакого летающего покемона. Значит, нужно идти его взять. А мне такая лень, вы себе просто не представляете. Но выхода у нас нету. Выхода у нас нету. Вот я еще смотрю, куда бы мы могли пойти к Савдусу. Как думаете, ребята? Есть ли возле Савдуса какие-то нормальные покемошки? В принципе, есть-то они есть. Но... Когда они нужны, то тогда они вообще никогда не заспамятся. Вот там я единственного Арбака вижу на противоположной горе. В принципе... В пустыне? Ну, в пустыне магморы есть. В пустыне камерапты есть. В пустыне флайгоны противные есть. Ну, в смысле, с голосом своим нафиг противным. Кто еще есть? Еще там кто-то есть. Вот я там... На начале серии я там крутился возле... Как его там? Нет, твою нафиг. Да я хотел... Я и так на тебя нападу. Где? Вот. Я крутился там возле... Как его там? Как оно называется нафиг? Возле обычной равнины. Офигеть, забыл, как называется равнина. И в принципе... Там даже были нормальные покемоны. Вот эти занозы... О, заноза. Зангос. Ребят, я вот так на ходу иногда придумываю имена. Заноза у нас будет Зангос. Пускай будет. Кто там у нас есть? Там у нас еще есть капуста, да? Я в предыдущей серии вспомнил, что мы одного покемона так называли. В принципе, он реально выглядит, как какая-то капуста. И там еще многие покемоны есть, которых мы называли в предыдущих сезонах. Даже по-другому. Но просто-напросто нужно вспомнить имена. Нужно хотя бы как минимум увидеть вот этих покемонов, чтобы... Чтобы понять, чтобы вообще на ум пришло то слово, которым мы их называли, да? Я там видел, ребята, камерапта, но мне лень туда бежать. Это случайно не Шайни Нумил? Гуляй. Вася, погуляй немного. Он у нас уже есть. Я помню даже подписчика. Был один подписчик, который у меня спрашивал. Извини, я не запомнил твое имя, но если ты сейчас смотришь, то это про тебя. Который у меня спрашивал. Эдисон, что ты будешь делать, если ты найдешь еще одного Шайни Нумила? Ты его словишь или ты его просто-напросто пропустишь? Как ты можешь видеть, я его просто-напросто пропустил. Я не вижу смысла львить еще одного Шайни Нумила. То есть, если бы даже заспамилась та легенда, которая у нас уже есть, я бы ее не словил. Потому что нету смысла. А не то, что в Шайни. Ну, в чем смысл иметь двух одинаковых покемонов? То есть, на серверах может и есть смысл. Может, какой-то покемон будет намного лучше прокачанный, чем предыдущий. Может, какой-то покемон будет идти в одну стату, там, в защиту, а другой в другую стату, там, атаку. Но я не вижу смысла в одиночке это делать. То есть, это бессмысленно вообще, ребята. Поэтому, надеюсь, я ответил на твой вопрос. И, в принципе, ты сам увидел то, что я его не словил. Потому что в этом просто нету никакой необходимости. А мы потихонечку, ребята, будем собирать тростник. Зачем его мне ленивой жопе выращивать, если я просто-напросто могу прогуляться вот так пару минут по пустыне и собрать кучу-кучу-кучу-кучу-кучу тростника. Да. Так, смотрим-смотрим, кто тут есть, кто тут спамится. Флай Гоша. Ух ты! Нет, не флай. Какой Флай Гоша? Феру, 42 уровень. Ну, нифига себе, вылечим, вылечимся и убьем еще вот этого электрода, дропника нам, порошочек. Мы его еще сможем даже толкануть. Три порошка, это у нас вроде три монетки. Нормально. Нормально, нормально. Куда бы нам пойти, в какую сторону? Вот там лес у нас есть, я не знаю. Это мини какой-то остров мне напоминает. Я не знаю, мне кажется, это реально какой-то мини-остров. Вот тут на пляже, ребят, не смотрите то, что тут, аж, а вот ноги еще, наверное, начали. Я не знаю, как я там смог ашфота пропустить, ашфот у нас уже есть, он нас уже дожидается в компьютере, ждет, пока мы его возьмем. Поэтому, ребята, в скором времени, может, это и произойдет, если вообще до него руки дойдут. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Вот многие меня еще даже просили словить Глэйгора. Только я, если бы я помнил, где он спавнится, то, но я помню 100%, я вам могу сказать, то, что он спавнится ночью. А вот где именно, или на болоте, или в горах, вот что-то, что-то в этом роде. Я точно не помню, но и... Твою... Твою... Вроде или где-то в горах, или где-то на болоте. Я вот, вот это точно, ребята, я не запомню, честно. Мы, в принципе, можем быстренько потопать. Вот, Swamp Plant у нас есть практически уже все телепорты, там, может, некоторых биомов не хватает. Опа, нифига себе. Реуникус. Только не знаю... Да, нормально, я думал, я по нему даже не попаду. Не попал, нафиг. 3000 опыта. Не попал. Вупер. Спасибо, чувак, я бы тебя, может, бы, словил. Если бы мы тебя не словили в предыдущей серии. Да и убейся ты, нафиг уже. Офигеть. Опа, а тут еще и слоу-броши есть. Я, если честно, даже как-то не знал. Срок седьмой уровень? Сойдет, сойдет. В принципе, мы можем даже тут дождаться ночи и ночью попытаться словить того же Глегора, которого меня уже многие даже просили словить. Может, ребята, мы даже попытаемся, я пока что не знаю. Я бы, если честно, тоже его хотел словить, но я, знаете, как-то, ну, можно сказать, даже не вспомнил о нем, да. То есть, ну, может, есть там где-то Глегор, но я, если честно, даже не задумывался о нем, о том, чтобы его словить. Ну, просто-напросто, как-то не было желания большого. Сейчас, когда мне напомнили то, что Эдисон там где-то Глегор ходит, бегает, поэтому слови его. Вот сейчас у меня даже желание появилось. С Глегора, Тротини, ту же словить, которую мы уже, ну, много раз искали, но ни разу не находили. Поэтому, потом, ребята, мы попробуем. Тридцать восьмой. Ну, в принципе, Тротери еще осталось четыре уровня, чтобы мы ее потом докачали с конфетами. Получится ли это у нас делать в этой серии или нет? Я вам, ребята... Ну, дайте я на время посмотрю. Нет, не получится. Я такой, не знаю, потом на время посмотрел. Нет, ребята, не получится, потому что серия практически уже, ну, там, двадцать минут идет. Может, мы еще немного вот тут сейчас полазаем. Ну, может, мы еще даже прокачаем Тротери. У-у-у! У-у-у! А кто это такой? Ребята! А кто это? Если ты его, мать и... Если ты... Это тебе за... Это тебе за Глэйгера Я тебе бы всю по пенсию разорвал Вот этой киркой, если бы я мог Ну чё это за хрень, а? Ну я его нашёл, а у... Ребят, я его нашёл, а его у нас на глазах убили Ну чё это за фигня, а? Анжелка, ты там спасибо, что находишься Но ты нам в жопу сейчас не сдалась Что это за приколы Какого-то, я не знаю, внука Петросяна Нафиг, чё это за фигня Сидел там Глэйгер, 19 уровень Я не успел к нему подойти И на него уже напал Пулевак И убил его там с двух, с трёх ударов Чё это за фигня А что самое главное, он ещё и днём заспавился Я помню, все сезоны Я его ловил ночью Идите сюда, братья По разуму нафиг Я вас сейчас всех тут перебью Я с этого момента Ребята, запоминаем Пулевак Наш заклятый враг Я буду каждого, мать его, Пулевага убивать Которого я только встречу Неважно, будет ли это первый уровень Или сто первый уровень Я буду убивать каждую скотину Которую я только встречу Это не дело Он просто-напросто нас морально попустил И даже не морально, а просто наглядно Я стоял сзади него Он был такой, Эдисон, ты хочешь убить Ты хочешь найти Глэйгера? Ты хочешь его словить? Вот где Глэйгера Купился и захреначил его Прям убийство какое-то среди белого дня Вообще, ребята Прям беспредел среди белого дня Я не знаю, кто вообще вырастил Такого нафиг Пулевага Я буду каждую заразу сейчас убивать Которую я только найду Вот честное слово, ребят Сезон охоты на Пулевага открыт Зря, зря ты с нами связался Зря ты, зараза, с нами связался Я тебе честное слово говорю Зря Зря А знаете, что мы сейчас попробуем? Ах, твою мать Ладно, многие подписчики меня спрашивали Эдисон, почему ты не использу... Ой, почему ты не используешь шапочки в бою? Если я не... Вот шапочки в бою Вот сейчас мы пойдем Поиспользуем шапочки в бою Я бы, если честно, хотел знать Как они здесь используются Я, если честно, вообще никогда шапки не использовал Не знаю, почему Ну, я как-то без шапок всегда играл И думал это более так честно Ведь покемоны же не умеют шапки использовать Поэтому я всегда без них играл Но сейчас вам жопа Сейчас Extreme Hills Water Gym Ребята, это называется гимн Не гимн, нафиг Гимн это у ваших стран В Украине там Щеневмерла Украина И в России там гимн Гимн это песня, которая там Я не знаю Рассказывает о вашей стране То есть Как это можно сказать? Ну, песня, которая вас Я не знаю Прославляет вашу страну Или что-то там Воздушевляет ваш народ Вот Гимн А это, ребята, гимн От слова Джимн Вот как он по-английски пишется Джимн Просто многие путают Гимн Какой в жопу гимн О чём вообще речь идёт Не путайте, ребята Это две разные вещи Я щас нафиг его закарабасю Я щас его этого Бластой за Затеребенькаю по полной программе Если бы я ещё знал, как вот это Как вот это используется Вот Ага 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 Вот сейчас я знаю Ну, вряд ли мы и так выиграем Но сейчас я знаю Почти Но сейчас я понял Я никогда этим не пользовался, ребята Я никогда этим не пользовался Но с этого момента, я думаю, стоит начинать этим пользоваться Потому что это реально решает И дайте я ещё раз домой сгоняю И ещё возьму Вряд ли я ещё раз вот это возьму Давайте я возьму, может Уф, что тут у нас есть Не Макс Ревайв Давайте обычный Ревайв возьмём Попробуем Попробуем Ватер Джимн Ватер Джимн Ватер Джимн Один Два Три Убили Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Поехали. Один. Убей. Два. Сейчас он нас убьёт. Но Пачилису будет шанс. Пачилису, если у тебя будет хотя бы чуть-чуть больше скорости, чем у него. Натянули на кол. Прямо. Да. Что там выпало? Ключ. Самое главное это ключ. Потому что ключ... Ключ. Ключ это ключ, ребята. Я думаю, все поняли мою логику. У меня на секунду женская логика включилась. Ребята, мы выбили 5 серебряных монет. Ребята, мы выбили 5 конфет. Мы. Что мы ещё выбили? Мы выбили 5 ультра болов. И что самое главное, мы выбили пропуск. Первый пропуск в гимн. Нам ещё осталось убить, победить вот этого полуголого Росомаху. Ахуанито, мы победили. Ли. О, тут ещё монет. А, нет. Это вот этот баг нафиг, который... Я, ребята, играю по-честному. Это баг. То есть, я не буду брать те вещи, которые, в принципе, мне не принадлежат. Многие могут там сказать, Дедисон, почему всё-таки... Ну, то есть, ты можешь почитырить. Нет, я не буду читырить. Бла-бла-бла. Да, ребята. У нас Тортера 72 уровень. Её мы докачаем в следующей серии. В следующей серии наша Тортера будет сотым уровнем. Да. Кто вообще мог ожидать, что в конце серии нам так повезёт? Ну, если бы мы вот эту лечилку не использовали, то вряд ли мы бы победили в этой серии. Мы бы, наверное, только в следующей серии победили. Но всё же, ребята, если вы хотите видеть продолжение завтра, а точнее, завтра мы попробуем... Почему попробуем? Завтра мы убьём вот этого Бертера, Голова Росомаху. Я его буду так назвать, потому что он мне почему-то напоминает. И мы уже, в принципе, сможем сразиться с Мистик Геймли Дершая. Потому что в следующей серии наша Тортера уже будет сотым уровнем. Мы наберёмся хилок, мы придумаем стратегию и пойдём... А нет, на Миссии же там 4 покемона нужно. Твою мать, на Миссии же 4 покемона нужно. Тогда мы, ребята, в следующей серии словим покемонов, ещё двух покемонов. Мы возьмём свою команду и потом будем их готовить для сражения с Миссией. Но вот этого мы всё-таки постараемся победить. И если вы хотите видеть часовую серию Пиксельмона завтра утром... Ребята, часовая серия Пиксельмона мы вместе будем проводить вот тут, в этом мире. Если вы этого хотите, то, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Ведь если мы набрём тысячу... Запоминайте. Как только... А не если. Как только мы наберём тысячу лайков, как только мы перейдём рубеж... 999 лайков на тысячу, в ту же секунду выйдет следующая серия. Ребята, я просто искупаю свою вину за то, что серия вчера не вышла. Я уже объяснял почему. Поэтому, ребята, даю вам своё слово. Прям честное слово. Как только набрём тысячу лайков на вот этой серии, в ту же секунду выйдет часовая серия Пиксельмона. То есть, проведём вообще все выходные вместе с Пиксельмоном. Да, ребята, также не забываем оставлять свои комментарии под этим видео. Ведь я общаюсь со своими подписчиками. Я отвечаю на их вопросы. Убедитесь в том, что у вас открыта возможность оставлять вам комментарии. Потому что многие с этим ошибаются. Я уже об этом говорил в течение всей серии. И также, ребята, не забываем подписаться на мой канал. Как вы видите, я реально общаюсь со своими подписчиками. Даже вот на серии я только с вами разговариваю. Я вас очень сильно прям люблю. Честное слово, ребята. Поэтому, если ты хочешь стать частью нашей большой дружной семьи, всё, что тебе требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду рад пригласить тебя, чтобы ты просто-напросто стал моим другом. Честное слово. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.